Больше 400 автобусов ежесуточно отходят с платформы Ставропольского автовокзала. Пассажиропоток, порядка тысячи человек каждый день. Это один из важнейших транспортных узлов региона. Поэтому поручения по усилению мер безопасности, которые дал губернатор Владимир Владимиров, его касаются в первую очередь. Чувствуют ли себя под защитой люди, которые выбирают такой вид передвижений, проверила Кира Рогожина. Я считаю безопасно. Почему? Ну, везде полиция, и нам нужно доверять людям. Татьяна вместе с дочкой Катей в краевой центр из села Донского приезжает часто, каждый раз сюда, на центральный автовокзал. Таких, как семья Марченко, тут каждые сутки проходит больше тысячи человек. И принцип доверия здесь не работает. На транспортном предприятии регулярно совершенствуются меры безопасности. Только в системе видеонаблюдения за пассажирами и персоналом следят 38 камер и два видеорегистратора. Есть тревожная кнопка, а также ограждение, шлагбаумы, рамка металлоискателя. Одни дежурные стоят на входах, другие с ручными портативными приборами ходят по перрону и выборочно проверяют тех, кто вызывает подозрения. На регистрацию багажа в основном, на отправление багаж, который отправляется без пассажира. Только с центрального автовокзала ежедневно отправляются почти 400 автобусов в направление Юг России, Москва, Санкт-Петербург, Украина. Пассажиропоток здесь около тысячи человек в сутки. Всего же в акционерное общество входит 46 автовокзалов, автостанций, касс и остановочных пунктов по краю. Примерно те же мероприятия проводятся везде и всюду. Проинструктированы все и подобраны, и обучены. Прошли специальную подготовку, все начальники, заместители по мерам противодействия терроризма и имеют соответствующие документы на это. Нередко на бдительность персонал автовокзала проверяют сами пассажиры, забывают вещи в салоне и на станциях. Приходится эвакуировать пассажиров для того, чтобы досмотреть эти вещи с привлечением сотрудников полиции, собак и так далее. Часто такие случаи бывают? Не часто, но бывает. Раз в две-три недели такие случаи бывают. Правда, такие тренировки, говорит Яненко, лишь помогают быть в тонусе. Если с проверкой пассажиров все понятно, то остается еще один момент – посылки. Часто находятся те, кто пытается передать что-то через водителей. Между тем, в безобидном виду свертке может быть все, что угодно. Мы решили провести небольшой эксперимент. Свою посылку приготовили заранее. Дело не хитрое. Взяли черный непрозрачный пакет, положили в него бутылку воды, хорошую книгу. Запечатали и для большей убедительности приклеили бумажку с контактами якобы адресата. Оператора с камерой спрятали в кустах. Мужчина, подождите, а можно посылочку передать в Константиновское? Можно, но нужно даже зарегистрировать в багаж, где зарегистрировать там. А если через вас просто? Да не, не, не. Ну вот рядышком 10 метров девушка. Ну какие вопросы? Ну пожалуйста, ну очень надо. Не, не. Ну 10 метров. Надо предупреждены в путевках, там везде написано, предупреждает и не брать. Зачем мне нужно таркетовать? Пришлось идти на регистрацию багажа. Здравствуйте. Мне сказали, что только от вас можно посылку отправить. На слово мне здесь верить не стали. Пакет вскрыли, проверили, заново запечатали. Записали персональные данные, направление, куда поедет сверток. Только после этого отпустили. Вот только с такой биркой моя посылка может дойти до адресата. Но стоит выйти за порог и, пожалуйста, мою посылку готовы доставить куда угодно и без лишних вопросов. Скажите, а вы в Благодарный едете? А посылку передадите дяде? Сейчас, сейчас, сейчас. Да, давайте. Написал, чтобы этот номер не забыть, уже передали. Вот номер. Вы ему наберете и он вам заплатит. Все, понял. Так работают нелегалы. О безопасности и речи не идет. Между тем, с такими перевозчиками в край борются много лет. Но, к сожалению, навести порядок на рынке теневых перевозок до сих пор не удалось. Общими усилиями надо борьбу это вести, потому что вокруг автовокзала порой возится больше людей и привозится в сутки, чем с самого вокзала. И это проблема по всему краю. Причем перевозится не только по внутренним рейсам, но и по межсубъектовым. Между тем, с сегодняшнего дня меры антитеррористической безопасности в крае усилены по инициативе главы региона. Они охватывают, в частности, ключевые объекты социальной сферы и промышленности, транспортной инфраструктуры. Первостепенное внимание, конечно же, уделяются местам массового пребывания людей. К таким объектам максимально приближены маршруты патрульно-постовых нарядов полиции с использованием служебных собак. К патрулированию также привлекаются добровольные народные дружины, представители общественности и казачества. Сколько бы об этом ни говорили, но все же главным в вопросах безопасности была, есть и будет бдительность. Поэтому нам стоит быть чуть-чуть внимательнее к себе и к окружающим. Кира Рогожина, Антон Поляков, Ставропольское телевидение.